Год без Павла. Под таким названием в столице прошла акция, посвященная памяти погибшего год назад Павла Шеремета. Активисты и родные взорванного в машине журналиста пришли на место гибели, а позже колонны отправились к зданию МВД с одним требованием найти убийц. Примечательно, что сразу после митинга дворники цинично смыли надпись на асфальте «Кто вбыл Павла?». При этом ответы на вопрос, когда будут названы виновные, ничем не отличались от сказанных ранее. Продолжит Александр Васильченко. С цветами и зажженными лампадками сотни людей с самого утра пришли к месту гибели Павла Шеремета. Питание того, когда мы будем знать, кто убил Шеремета, кто убил Гонгадзе. Мы не знаем, они честно знают, что это мое хвалю вас всех. Ближе к восьми утра собравшиеся колонны отправились к Министерству внутренних дел. Активисты выстроились перед входом, на асфальте сделали надпись «Кто убил Павла?». С активистами не встретились ни глава МВД, ни руководитель нацполиции. Вышел только пресс-секретарь ведомства и заявил, что спустя год ответа на вопрос, кто же убил журналиста. У следствия до сих пор нет. Кто убил Павла Шеремета, ответа на это вопрос нет, потому что этот злочин не раскрыт. Следствия на данный час нет процессуальных подозреваний. На жаль, пока что мы не можем сказать что-то суть больше, чем то, что было сказано 8 лютого. Хотя сразу после преступления руководство МВД и нацполиции заявляло, что раскрыть убийство Шеремета – дело чести всей правоохранительной системы. Но сегодня едва митингующие ушли от здания министерства, как дворники тут же цинично смыли с асфальта все надписи и варварски выбросили лампадки. Не дожидаясь результата вследствия, которое длится уже год, коллеги Шеремета пытались сами докопаться до истины. Журналисты провели собственное расследование. Факты изложили в фильме «Кто убил Павла?». Все материалы предоставили нацполиции, но и их правоохранители проигнорировали. В свою очередь, советник министра МВД Иван Варченко отрапортовал. Правоохранительная система в части следствия по делу об убийстве Шеремета сделала 95% работы. Дескать, известны все обстоятельства, опрошено около 2000 свидетелей, собрано 150 терабайт информации. Криминалисты утверждают эту информацию, полиция вбрасывает в СМИ для отвода глаз. На самом же деле, спустя год после преступления найти заказчиков и исполнителей уже практически невозможно. Эксперты полагают, следствие специально затягивают. С большой вероятностью есть работники в правоохранительных органах, которые имели отношение с заказчиками и организаторами, или с их посредниками. И они навмисно теперь гальмуют это расследование. И доказами этого есть вытоки информации, которая чему-то передала проведение оперативно-розшуковых заходов. Даже спустя год у следствия полная неразбериха в версиях. Но основной остается одна – наличие российского следа. Эксперты убеждены, в последние годы это происходит регулярно, когда расследование резонансных дел заходит в тупик. Вот какой мотив у Кремля был убить Шеремета? Ну, я такой мотив не нахожу. Ну, зачем он им был норм? Когда они его там, помните, вытягивали из белорусских и все остальное. То есть я пока этот мотив... Дестабилизировать ситуацию на Украине? Да не смешите меня. Ответственность за отсутствие результатов, причем не только по делу Шеремета, по словам политологов, лежит на главе МВД Арсений Авакове. Никто никуда уходить не собирается, поскольку если бы политическая ответственность в украинской политике была реальностью, а не пустым звуком, то уйти надо было бы уже давно. Ну, здесь, очевидно, будут держаться до последнего, прекрасно понимая, что вслед за политической ответственностью может встать вопрос и ответственности куда более серьезной. В свою очередь коллеги Павла заявляют, что и дальше будут добиваться конкретных результатов расследования убийства. Александр Васильченко, Данил Сниссор, Любовь кукла, Евгений Пахальчук, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok